Итак, друзья, теперь по новому курсу Джанго 2, где мы с вами говорили, что будем готовиться именно профессионально. Я хочу, чтобы вы услышали, что я от вас хочу. Да, что вот кто готов работать, вот именно в том ключе, который я скажу. Кто хочет стать профессионалом Джанго. Значит, ребят, смотрите, вот в новом курсе, уже углубленное изучение Джанго 2, я ранее говорил, мы напланировали довольно много именно вещей, которые надо разобрать. Это очень четкое понимание мультипроксия абстрактных моделей уже на высоком уровне и применение их. Очень хорошее понимание и практика уже по моделям скажу. То есть у вас должно быть после этих курсов четкое понимание, когда создается таблица, когда не создается, что происходит. То есть эти уроки уже частично мы проделывали в... Вот здесь, да, Джанго 2, Джанго 2, да. То есть вот здесь мы их проделывали и знакомились, но это был подход такой, да. Теперь основное внимание также уделим уже более сложным вещам. Здесь есть простые. Большое внимание уделим выборке. Большое внимание уделим типам контента. То есть, чтобы писать очень сложные вещи. Агрегации, сигналы, менеджеры, работе пользователей, методы моделей. Ну, в общем, такое. API, ну, много чего еще будет. AJAX, JSON, REST, REDIS. И пока мало. Такие основные приложения просто по ходу допишу. Джанго канала, Джанго таги, таги. То есть то, что мы используем практически в каждом проекте. Но прежде чем перейти, вот я сейчас начал готовить курс, чего я хочу сделать. Да, кстати, это продолжение видео. Ссылка на него по Джанго форуму. Потому что вот сейчас я проговорю. Сейчас я себе запишу. Это я для себя. Значит, смотрите. Сейчас соображу. Вам надо будет после этого видео. Под видео есть ссылка. Вот где я рассказывал в предыдущем видео. Там по форуму Дмитрия Нак. То есть, к чему я это говорю. Смотрите, ребята. Там просто я рассказывал. Развитие в Джанго, да, показал. То есть, вот этот курс я буду делать сейчас, уже делаю, да. Он будет идти довольно продолжительное время, но он будет и, ну, не для совсем новичков. Для новичков, будем говорить, которые хоть что-то понимают, Джанго уже прошли уроки. И для опытных пользователей, чтобы выйти на профессионала. Значит, ну, для новичков, однозначно, вы спокойно проходите все уроки, да. Можете заглядывать в этот курс, но вместе с тем параллельно проходите все уроки. И именно, по минимуму, вот этот раздел, средний уровень, чтобы был написан первый сайт, да. Тут сагов 60. Так вот. Теперь дальше, да. Теперь для ребят, как мы будем строить этот курс. Учитывая, что вы настроены, вот говорил, посмотрите видео, и вы будете разбираться вот так, как я, как разбирается Сергей Исачий и Дмитрий Нак. То есть, то, что я рассказывал в видео, уже будет идти подробнейший разбор, что, где, что происходит. То есть, у вас, по сути дела, суть этого курса, что у нас ни одна строка кода не должна быть непонятной. Вы должны все моментально считывать. Но, как к этому подойти? Вы знаете, я думал, думал, и в конце концов, придумал. Просто я понял, что надо сделать. А вот, что мы сделаем, чтобы вы понимали. Да, этот курс продолжения сервера, да. Django 2 сервер, мы там работали сервером, просто будем размещать. Но, тем не менее, кто там, кому тяжеловато пока сервер Linux, да, не услышал. Тот просто делает в среде. Но сервер обязательно надо потом освоить. Так, чего я хотел открыть. Я наберу терпение. И первое, что мы сделаем, напишем совершенно простые вещи и повторим. Кто-то закрепит, кто-то повторит, что, от чего в Django зависит. То есть, разберем. Вот, например, модель и поехали. Допустим, там, наследование, поля. И новички будут себе, вот тут не понимаю, да. Вот это помечаю, вот это делаю. Далее, как относится модель, соотносится с представлением. Как модель соотносится с шаблонами. Разберем это, да. Чтобы было понятно, как работает. Потом нам надо, я хочу, чтобы вы вышли на уровень быстрого программирования. Ну, что это значит? То есть, надо набить руку, ну, пусть на это потребуется пару месяцев. Грубо говоря, что мы, каким методом будем это делать сейчас? Каким методом будем делать? Будем использовать чисто сайт Django и быстрые вещи. Грубо говоря, смотрите. Значит, вот сообразил, как объяснить. Значит, смотрите, вот ранее, ранее, это новичков касается, вы проделываете. Там мы разбирали каждую-каждую мелочь. И, в принципе, рассказывал я вам, да. Сейчас я тоже буду рассказывать вам, да. Но у нас меняется немножко цель. На данном этапе, на данном этапе, цель сначала наработать Django. Наработать, сейчас скажу правильно. Наработать основные простые конструкции Django. Выйти, вот, чтобы на автомате наработать. Грубо говоря, чтобы для этого будем использовать. Ну, будем использовать справку Django. Мы не будем проделывать уроки. Ну, допустим, наша задача, чтобы... Наша задача... Следующая. Вот написали... Написали мы, допустим, простую модель, да. Мы свою простую. Потом будем ее брать и усложнять. И обращаемся к разным частям Django. Ну, например, думаем... Ага, хорошо, давайте сейчас поработаем над... Ну, что здесь? Сейчас поработаем над конструкциями, да. То есть, берем... Вот я начал. Берем первую там простую конструкцию. Берем первую конструкцию. Класс VIV, да. То есть, быстренько, бас, написали. Разобрали. Так, я показал, что где работает, объяснил. Далее я ставлю домашнее задание. И вот вы, как Дмитрий Ринак, уже разбираете очень подробно. И мне рассказываете, что, имея представление, я буду подробно объяснять. Но вы уже потом рассказываете мне, что, где, что делает, но уже полный отчет, да. То есть, полное понимание. Дальше. И мы работаем блоками. Поработали, взяли там три вида конструкций, быстренько прописали. Я хочу, чтобы вы вышли на уровень, когда вы будете... Пишите, пишите, открыли справку, посмотрели. В общем, чтобы руки ваши постоянно бегали по клавиатуре, чтобы вы не сидели, не чесали там голову. Это надо наработать. Ну, возьмем там, допустим, где-то что-то еще. Это я просто пример рассказываю. Будем мы обращаться ко всей Джанго. Дальше там. Дальше. Поехали, поработали с URL, да, разные виды извлечения. То есть, взяли и извлекли. Взяли там и извлекли. Извлекли быстро. То есть, потом пошли с шаблонами работать. То есть, сейчас надо наработать базовые, простые вещи, которые должны быть на автомате, над которыми вы не будете задумываться. И это будет состоять из, как я сказал, еще раз повторяю, из двух частей. Я рассказываю основа. Основа. Вы должны уметь перепрыгивать, вытянуть, применить. Вы разбираетесь, я оставлю вопросы. Моя задача, как, еще раз говорю, посмотреть предыдущее видео по форуму, оно в описании. Так вот. А вы мне рассказываете уже очень подробно, как это делал Дима Нак. Вот когда мы пройдем вот этот этап, то есть, базовые вещи, которые, в принципе, составляют... Давайте я лучше приложение открою, мне так проще будет сориентироваться. Значит, уроки писать проще. Базовые вещи будут состоять из таких вещей. Будем двигаться от моделей, да. То есть, модели. И будем усложнять. В модели, допустим, нам надо быстро наработать. Первая модель. Поехали. Мы проходили все мета. Если раньше мы разбирали мета, то сейчас применяем... В данном случае мы... Как это называется? Вот вылетел из головы. Сейчас вспомню. В общем-то... Ладно. Ну, грубо говоря, когда ранжирование записи... Как... Ну, слово вылетело. Грубо говоря, в каком порядке вводить записи. Но мы сейчас открываем мета. Применили в одной модели то, в другой то, в третьей то. Далее позаполняли поля. Далее наработали методы. Все. У нас быстро должно быть в костяке то, что в модели есть модель, есть мета, есть сами поля, есть то, что заполняется в типах полей, и есть методы. Все. Вот это базовое то, что должно быть на автомате. Потому что без этого, допустим, переходить... Сейчас поймете меня, почему это важно так... Переходить к тому же типам контента не имеет смысла. Это будет как... Это будет то же самое, как разговор болвана с дураком, да? Это не пойдет. То есть, для того, чтобы переходить к более сложным вещам, допустим, там, типа контента, для тех, кто первый раз услышал, Django создает пространство. Вот, допустим, у нас есть модель, да? И все приложения, которые есть в нашем проекте, Django собирает это в типы контента. И они находятся в одном пространстве. Что это нам дает? Это нам дает возможность переплетать, как хотите, любые модели. То есть, мы можем переплести модель одного приложения с моделью другого приложения. Что это на выходе? На выходе можно писать самые сложные вещи. Социальные сети, форумы, разное... То, что только можно придумать, да? Но, чтобы выйти на этот уровень, базовое владение Django должно быть уже на уровне хорошего использования. То есть, если, как я говорил, новички, совсем новички, они спокойно проходят, да? Заглядывают в этот новый курс, для чего? Чтобы себе пометить, что изучить подробнее, да? И смотрим в группе, быстро изучаем. Но, минимальное все равно, минимальное, это прохождение вот этого курса. Ну, на Proce65.net есть там курс для Django. И вот это. И плюс все уроки там, выборки, то есть, которые есть здесь пройти. И тогда будет очень нормально. Так, давайте еще раз проговорю, чтобы было понятнее. Курс, который мы с вами начнем. Первый этап, да? Я рассказываю, то есть, мы с вами делаем именно в плане программирования. Взяли, написали модель, применили в мета. Там, вот, до сих пор не вспомнил. Ну, блядь, извините, как это называется, когда меняется ранжирование сначала от последней записи. Ну, вылетело слово, ну, ничего не сделаешь, потом вспомнил. Ну, вы меня поняли. Ну, понимаете? Но я вам не должен объяснять, что мета, и вот, что такое мета. Вы это должны знать. Мы проходили. А мы с вами просто берем и применяем, да? Сейчас. Дальше. Мы с вами тупо применяем определенные там типы полей. Но вы должны знать, как формируется поле, что такое тип. То есть, мы раньше это уже проходили. Секунду. Ой, извините, а то я аж... У меня тоже такое всегда, да? В курсе все будет спокойно. В курсе я очень спокойно рассказываю. Так вот, ребят, дальше. Уяснили методы, потому что важно, да? Важно. Но мы уже просто пишем методы, потому что... Вот я не зря этот тот урок будет смотреть. Диму попросил сбросить модель. Ну, то он делает или нет. Почему? Потому что есть базовые вещи. Например, метод сейв, getabsolut.url. Это то, что, ребята, относится к базовым вещам, которые не то, что там понимаю, не понимаю. Просто надо четко представлять и четко понимать. И вот смотрите, насколько школа последовательна. Ведь что я говорил? Вот сейчас вот, возможно, новички все-таки меня услышат. Я говорю всегда так. Сейчас я прервусь немножко. Я говорю всегда так. Ребята, вот вы начали изучать Python на Pro365.net. Вы полный ноль. Это и есть курс для новичков. Но что я всегда говорю? Дойдете до функций. То есть не дойдете, я неправильно выразился. Пройдете функции. И начинаете работать еще с двумя разделами. То есть начинаете после прохождения функций нарабатывать практика Python OOP. OOP там нету, да, в начале. Проделываете уроки. Глубокая работа с функцией, потому что функция королева, да. С ней надо работать. И я здесь давал задания Сергею Сачему, а вы их проделываете. Тут 9 страниц, да. То есть тут будете писать программу. То есть это нарабатываете, изучая дальше Python. Кроме этого, вы начинаете, доходя до OOP, проходите OOP. И, допустим, кто так слушал, для того проблем не возникает. Потому что вот я четко для себя понимал, что метод супер, человек должен, изучая OOP, понимать сразу. Я его и вбил. И если человек это делал, то, в принципе, он делал правильно. Сейчас он откроет, когда мы проходим тот же джанго, да. Тот же джанго. И то, что вот сейчас написано у Дмитрия Наг, да, раньше. Вот применение метода супер, да. Вот здесь. Здесь не вызывает. То есть это должно быть изучено. А кто-то пропустил. Ага, будет сейчас тратить время. А ведь надо время, чтобы отложилось. Если у нас поработать, просто все надо делать в свое время. Грубо говоря, поработали. Поработали с представлениями. Разберемся, как, что еще раз связано. Проработали с шаблонами. Проработали базовые вещи, которые должны делаться на скоростях. Вот когда эти базовые вещи делаются на скоростях, а метод, метод, который вы должны использовать, как я говорил, посмотрите видео, я буду ставить вопросы, будете разбираться, как делает Дима Наг, да. То есть и как делает Сергей Асачий. Подробное расписание. Уже после моих объяснений вы рассказываете своими словами и рассказываете очень подробно, что и что. Это выводит вас на высокий уровень. После этого мы переходим уже с подробным объяснением от меня, от меня к более сложным вещам. Начинаем работать уже с тем, что я запланировал, то, что более сложно в Джанго, глубоко, да, но при этом то, что и дает писать очень классные проекты. Я надеюсь, что эти знания будут полезны. В общем, в принципе, вы должны были понять от меня две вещи. Первое, что сейчас ваша задача выйти на уровень, когда вы простые вещи сможете писать быстро. Метод работы, вот посмотрите, как Дмитрий Наг, как Сергей Асачий делал подробное расписание. То есть получается это API, будем через Юпитер, Жупитер работать, да. API вещи, дальше, и все базовые вещи, то есть как работает Джанго, должно быть очень твердое представление. А дальше можно углубиться уже серьезнее. Вот, пожалуйста, готовый профессионал. Просто-просто. Ну, немножко поработать надо. Те, кто новички, смотрит это видео. А там я проговорил, и котли начинаете, да, когда про функции говорил. Еще раз тогда проговорю, если не помню, проговорил или нет. Значит, для новичков информации, то, кто начал с этого видео, начинайте с сайта spb-retout.ru. Да? Дизайн будет другой, сайт я переписываю. Прошли функции на сайте prot65.net. Находитесь в группе. Находитесь в группе. Далее. Всегда рекомендую завести Gmail отдельно, чтобы можно было создавать папки, и не путалась у вас школа с общей другой почтой вашей. И далее. Видите сообщение? Вы сейчас начинаете изучать Python, но планируете Django. Посмотрели, вот прислал на Дима, или там Сергей Осачи, или Миша Беляковский, или, например, там... Забыл. Или другие ребята, в общем, наши, прислали, да, вот, разбирается по форму. Создали Django папку, да, в ней создали папку формы, модели, представления, URL. Или там в одно, как вам удобно. И перетянули это сообщение. Придет время, посмотрите. Оно-то есть еще в домашних заданиях. Это понятно, потому что в школе рубрика группы привязывается к конкретной теме. Да? Так. Теперь, прошли функции. Как только вы прошли функции, вы начинаете разделы, работать с разделами еще самостоятельной работы. То есть, начинайте работу с практикового ПЭНа. На новом сайте, в любом случае, вы его найдете тоже. И проделывать домашние задания. Но проделывать не так, что посмотрели. Вот, я умный посмотрел. Правильно. И ни хрена писать не будете. А проделать, где написано «проискать», значит, найти, вырыть в интернет. В общем, грубо говоря, здесь много страниц. Оно-то, конечно, проделано. Начинается с простого, к более сложным вещам. Но, в принципе, должно сформироваться нормальное понимание, как работа с функциями. Да? Там, аж здесь страниц. И в это же время, когда прошли функции ПЭНа, начинаете работать с Котлин. Начинаете изучать новый язык. Быстрый старт Котлин. Быстрый старт Андроэ Студия. Начинаете изучать Котлин. К Java потом придете, к GC придете. Не переживайте. Изучайте два языка. Зачем? Надо дать ссылку. Правильно. Чтобы мне сейчас не тратить время. Вот эту статью. Там два видео почитаете. Дам в описании видео. И там я очень хорошо рассказал, зачем изучать два языка. Дальше. Запоминаем. Никогда не забрасываем чистый Пайтон. Тарас. То есть, нельзя переключаться только на Django. Вообще нельзя на что-то одно переключаться. Пока учитесь. И начинаете проходить. Все проходите. И таким способом вы станете действительно будете писать легко. Все надо делать. Все делать. Советы слышать. Так. Ну, новости школы ВКонтакте. Знаете, да? СПБ, нижнее подчеркивание, тире... СПБ, нижнее подчеркивание, тут. Да? Это новости школы. Всегда здесь только новости школы. Нет ни групп, ни обсуждения. Просто то, что важно, я стараюсь показать. Либо вышел новый курс, либо то-то. Человек, допустим, не было его. Он взял, посмотрел, что происходит. Вот так же увидел, допустим, что тут Дима Наг делает. Посмотрел видео. Я стараюсь всегда, чтобы каждое видео вас чуть-чуть воодушевляло. Вело вперед. Да? Разобрались? Я думаю, разобрались. Спасибо. Все получится.